День Победы в городском округе начался с торжественного митинга. В самом центре Пушкина у мемориала «Скорбящая мать» дань памяти отдали всем воинам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, детям войны. Отсюда из Пушкина воевать на фронт ушли более 37 тысяч человек. Глава округа Максим Красноцветов напомнил собравшимся о долге потомков – помнить вечно подвиг своих предков. Сегодня мы должны сказать спасибо. Спасибо за великий подвиг. Спасибо за Великую Победу. В День Победы жители города вышли на марш с портретами своих отцов, матерей, дедов, бабушек, прадедушек, прабабушек и других родственников, чьей храбростью и, возможно, жизнью нашей стране далась Великая Победа. Встать в строй можно было и без фотографии. Главное – пронести память о своем герое. Здесь собрались 11 тысяч человек. А это практически каждый десятый житель города. И все они вышли рассказать о своих близких. Дедушка моей супруги, Карасев Михаил Александрович. Где он у нас служил? Да, это еще один дедушка с другой стороны. Он погиб в 62-м году под Белгородом. А этот на Киевском. Вот этот на Киевском. Так что первый раз идем. Колонна двигалась от Советской площади по Московскому проспекту до микрорайона Держинец. С двумя дедами, отцами. Отец жены, мой отец. Снайпер. Две затвагу медальки. Очень серьезная работа. А потом все время молодежью занимался. Прошел бессмертный полк и по Ивантеевке. Люди пели песни военных лет. Рассказывали друг другу фронтовые истории своих предков. Из Ивантеевки на Великую Отечественную войну ушли 4500 человек. Из них две с половиной не вернулись с фронтов. Это мои родители Варфоломеев Иван Григорьевич и Варфоломеева Анна Александровна. Начинал войну под Москвой, папа мой. Воевал под Курском, Сталинградом. Брал Варшаву, Днепр форсировал. И закончил войну в Берлине. Ивантеевцы приходили целыми семьями. 9 мая живая память о победителях была в буквальном смысле в руках их потомков. Я пришла со своим дедом Заломанином Пётром Прохоровичем. Это отец моего отца. Он оборонял Ленинград, прошел всю войну. Праздник очень важен для нас. Это наша память, это наша честь. И хочется, чтобы мы все вместе отдали дань памяти этим великим людям, великим героям. Акцию «Бессмертный полк» проводят в России с 2012 года для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Сейчас шествие потомков. Это неотъемлемая часть празднования 9 мая. В Красноармейске колонну сформировали у научно-производственного объединения «Химсинтез». Она следовала за Катюшей в сторону Площади Победы. Шествие объединяло ветеранов, людей среднего возраста, молодежь и детей. Эта акция, безусловно, в современных реалиях очень важна. И ежегодно вместе с детьми мы участвуем в этом шествии. И я считаю, что это нужно делать для того, чтобы поколения помнили и для того, чтобы они знали, что это за день. Не только вспомнить о прошлом, но и подумать о будущем предлагали в Кушкино. На Советской площади каждый мог написать письмо, которое бережно сохранят до столетия окончания Великой Отечественной войны. Поблизости разместили военный госпиталь. Неподалеку от него – партизанскую палатку. Все гуляющие могли познакомиться поближе с армейским бытом. Здесь же установили и основную городскую сцену. Представление началось с акробатических номеров, олицетворяющих собой борьбу советских граждан с фашистской Германией и беззаветную преданность своей родине. Повсюду флаги Российской Федерации и Великой Победы. Звучали военные песни. Конец войны, пришла победа к нам, но раны в сердце навсегда остались. От всей души поздравляю вас с праздником, с Днём Великой Победы. Сегодня каждого из нас переполняет чувство гордости за тот подвиг, который совершил наш народ. Сегодня мы преклоняем колено перед светлой памятью о тех, кто не вернулся с войны. Быть честными юноармейцами, следовать традициям взаимовыручки и отваги, готовить себя к служению на благо Родины. Принять присягу в День Победы – большая честь. Около 30 ребят в Авантеевском парке давали клятву и принимали поздравления. Вы, будущее нашей страны, с честью и достоинством, несите то знамя, которое передали нам с вами наши деды и прадеды. Всегда помните о том, какой подвиг совершил наш великий народ. В Авантеевке и в парке, и на Первомайской площади праздничное настроение горожанам дарили городские коллективы. Чуть позже здесь начался концерт современных звезд эстрады – Дмитрия Колдуна, Паскаля и других. Пешеходная улица на один день превратилась в дорогу жизни. Здесь можно было услышать фронтовые песни, собрать и разобрать автомат, а также сделать фото с ретро-автомобилем или на мотоцикле ночных волков, или попробовать гречневую кашу по рецепту военных лет с тушенкой. Люди такие благодарные, такие все, я не знаю, добрые. Спасибо за чай. Вот, пожалуйста. Спасибо за чай, спасибо за кашу, спасибо за победу, весна. Ну, все хорошо. Победе, миру и весне посвятили и праздник в Красноармейске. Местный военно-исторический клуб знакомил жителей с организацией связи в годы Великой Отечественной войны. Так, прямо на центральной площади можно было позвонить с телефонного аппарата ТАИ-43. Для протяжки провода мы используем польскую какружку. Во всех трех городах округа в день 77-летия победы из бумаги вырезали символы мира – почтовых голубей. Я поздравляю вас всех с праздником, желаю вам крепкого здоровья, желаю вам успехов и удачи. И пусть над нами находится только мирное и счастливое небо. Этот день победы порохом пропал. Это праздник с синяною на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Новости Большого округа.